Сервис краткосрочной аренды автомобилей набирает все большую популярность в регионах. Регистрация удаленная через приложение, там же можно найти ближайшую машину, открыть ее с помощью смартфона и все, можно ехать по своим делам. К сожалению, некоторые пользователи каршеринга относятся к автомобилю по принципу «не мое, не жалко». Отсюда лихачество на дорогах, резкие маневры и езда в состоянии алкогольного опьянения. Ведь проконтролировать, трезв ли водитель перед поездкой, удаленно невозможно. 25 декабря сотрудники ГИБДД Самары провели массовый рейд, чтобы проверить, как соблюдают требования ПДД пользователи услуги каршеринга. Зачастую, скажем так, нерадивые водители ведут себя безответственно на дорогах общего пользования, тем самым пренебрегая правилами дорожного движения и создавая угрозу для жизни другим участникам дорожного движения. За текущий период 2020 года на территории города Самары зарегистрировано 122 дорожных транспортных происшествий, с участием водителей каршеринга. Основными причинами являются это несоответствие скорости и нарушение правил проезда пешеходного перехода. Из 122 дорожных транспортных происшествий более 70% это составляет именно по вине водителей каршеринга, которых у нас 4 человека получили ранения различной степени тяжести. За 2020 год инспекторы выявили более 300 нарушений ПДД водителями каршеринга. В основном они либо не имели при себе прав, или вообще их никогда не имели. Выезжали на встречную полосу и садились за руль пьяными. К административной ответственности их привлекают на тех же основаниях, что и других участников движения. Водитель арендованного авто в случае остановки инспектором ГИБДД обязан предъявить полис ОСАГО, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Удобно, это с одной стороны хорошо, но ответственность нужна. Больше ответственных людей за этим, за наблюдение для этих машин, потому что их постоянно много очень по городу ездишь, видишь, что неадекватно ездят. Плохо отношусь к то или качеству. Но все-таки эта дорога не прощает ошибок, как говорится, и нужно ездить аккуратно по правилам. Использование подложного аккаунта для аренды автомобиля может привести к печальным последствиям. По словам юристов, в отношении такого гражданина могут завести уголовное дело, если он, будучи за рулем, причинит вред жизни и здоровью граждан. Довесом к основной статье пойдет еще и наказание за мошенничество. Однако установить факт управления каршеринговой машиной по чужому аккаунту инспектору на дороге непросто, поскольку у водителя нет обязанности разблокировать свой телефон по требованию инспектора и показать имя, указанное в профиле. Если арендатор авто решит позаимствовать его запасное колесо и любую другую запчасть, то в договоре есть пункт, где предусмотрена материальная ответственность за любой ущерб машине во время аренды. То есть возместить его все равно придется. Кроме того, можно стать фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Продолжение следует...